ребятушки всем привет значит смотрите есть у меня телефон samsung х51 купил я значит стекло на экранчик да и надо его почистить смотрите телефоном пользовался три года раньше так не приглядывался тут я смотрю вот этот зазорчик между экраном и корпусом да тут в любом случае скапливается какая-то пыль вот взял иголку сейчас он покажу смотрите вот видим да в общем как серо в ушах тут в телефоне такое же вот сейчас пройдусь наверное по периметру так так ну сильно прям вычищать не буду опять же там может быть нанесена какая-то паста чтобы телефон был пылевлагозащитным поэтому так пройдусь и смотрите вот эти вот отверстия для зарядки тут пыли никакой не вижу в общем вот так вот теперь собственно смотрите купил я стекло тут все в наборе должно быть то есть салфетки и все прочее на всякий случай подготовил себе вот такое вот средство для для окон да принципе она на спирту поэтому должно идеально подходить давайте откроем посмотрим что у нас в наборе общем видим набор салфеток и собственно само стекло так больше ничего нет вот даже щеточка у меня такая есть так думал еще тут наклейка будет потому что после того как мы прошли с салфетками знаете надо еще вот эти ворсинки все пылинки чем-то клейким попробую поотклеивать так будильничек сработал так давайте сейчас даже все-таки немного тряпочкой пройдусь так есть и так смотрите если вы покупаете стекло или там защитную пленку да у вас практически везде будут идти вот такие вот пакетики написано в этот дырает цифра 1 и 2 то есть вот это тут влажная салфетка цифра 1 то есть вы сначала экран очищаете этой влажной салфеткой потом под цифрой 2 дай то есть салфетка сухая после этого сухой проходитесь и собственно вот тут вот сама инструкция да что у нас тут написано сначала вытираем салфеткой потом берем вот это отклеиваем ну и собственно прикладываем к телефону так оно должно выглядеть ну и опять же да главное когда покупаете не перепутайте чтоб стекло подходила именно под вашу модель потому что смотрите даже тут у меня на модель скажем так и на самой коробке не пишется только вот наклеечка вот такая вот пишет да что подходит к моему телефону поэтому эти наклейки тоже могут перепутать когда ее покупаете сразу примерите к своему телефону чтоб там все было именно для вашей модели так а ну и потом написано в какие стороны надо все это разглаживать так для разглаживания воспользуемся вот такой вот картой подойдет любая кредитная то есть мы наклеим стекло и вот такими движениями будем все это выгонять воздух так ну ладно давайте начнем так открываем первые салфеточку ленте она буквально сантиметром на сантиметр разложил ну не намного больше стало опять же все это делается не в пыльном помещении поэтому если вы там только по пылесосе или так давайте я наверно его выключу так выключение есть выключается да то есть в пыльном помещении этого делать не надо если вы там только завершили уборку в комнате да там по пылесосе ли то может вы не видите но воздухе там в любом случае летают вот эти мелкие частички пыли если они как раз сейчас вот делаете да тут в любом случае смачивайте влажной салфеткой до пыль приклеится в ее может не заметить и когда будете приклеивать стекло то там это уже будет достаточно заметно так есть так откладываем в сторону берем вторую салфеточку это как я вам уже сказал сухая так есть выйти опять же просмотрите экран что тут не пылинок ничего не было отлично так теперь берем собственно стекло снимаем вот эту защитную наклеечку так и теперь аккуратненько приклеиваем и теперь от центра к краям выгоняем вот этот вот воздух опять же не беспокойтесь если у вас там маленький пузырек воздуха останется не надо вот эту вот пленку потом отдирать и пытаться переклеить он потом сам выйдет хоть это кажется и не очевидным так и наклеил я криво давайте посмотрим как это в числе будет выглядеть прям сильно да видим да я засунул чехол и тут образовался воздух так и то есть Сейчас вы наблюдаете, как работает именно профессионал. Так. Видим, да? Samsung Galaxy A51. Так, ну и чехольчик протрем. Гляньте, какой он пыльный, даже с внутренней стороны. Тайса внешне давайте протрем. Все равно, да? Чехол, как бы вы с собой везде тягаете. В кармане носите с деньгами, он на себе собирает все микробы. Поэтому такую чистку надо делать. Так. Где наша карточка? Так. 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 Внезапно включилась какая-то оптимизация. Так. Видим, вот тут у меня два пузырька воздуха. Но я их сейчас прямо наглую выгонять не буду. Хотя вот даже пальцем получилось. Смотрите. Все они со временем пропадут от того, что пленочка плотнее приляжет там и придавится. Опять же, вы наклеили стекло. Тут образовался еще один такой зазорчик. Теперь между стеклом и экраном здесь будет забиваться пыль. Так. Телефон включился. Пин-код. Сейчас увидим, да, вот датчик разблокировки. Сканер отпечатка пальцев будет уже срабатывать не так четко. Так. Вот я выключил. Включаю. Так. Ну, сейчас он включится вот. О! Видим, да, как уже срабатывания стали не такими четкими. Так. 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 Все больше всего из том Похоже, не учитывайте позвоночници Workshop 4. Поэтому, да, если Вам важно разблокировать именно по отпечатку, то то как бы учитывайте этот момент. Клейте защитную пленку. Она как бы с одной стороны не так защищает экран, но зато отлично отрабатывается отпечатком пальцев. Опять же, можете смотреть, какое у вас стекло. У меня 9H, есть какой-то 2,5D. В общем, чем плотнее у вас стекло, тем хуже работает датчик отпечатка пальцев. Поэтому я считаю, отличный вариант, когда отпечаток пальцев вставляют в боковую кнопку включения. То есть вы его вот так включили, и все, отрабатывает. Но опять же, тогда у вас чехол должен быть не вот такой, который покрывает именно вот эти боковые кнопки, а чтобы был свободный доступ к этим кнопкам. Ну опять же, либо пользуйтесь разблокировкой по лицу. Ну либо, опять же, если после того, как вы наклеили стекло, зайдите в настройки, и вот эти отпечатки пальцев, да, перезапишите свои отпечатки. Я думаю, у вас распознавание улучшится. Так, ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.